Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Мы, конечно, не Венеция, но у нас тоже есть на что посмотреть. Может быть, так и оставим, по большому счету. Оформим красиво, пускай будет фонтан. Прямо сейчас будем говорить о том, что слишком часто в последнее время в Одессе происходят прорывы трубопровода. Последний из них произошел на улице Краснова. У нас в гостях Леонид Штекель, гражданский активист-журналист. Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям. По этому же вопросу узнаем и ваше мнение. Сегодня опрос звучит следующим образом. Какие причины частых прорывов трубопроводов в Одессе? Три варианта ответов. Техническая изношенность. Тотальное воровство. Совпадение. Ну и маленький информационный материал перед стартом разговора прошу вывести на экраны. Потоп на Краснова. Вода залила часть тротуара и начала затапливать дворы. Как сообщили очевидцы, около 6 утра прорвало чугунный водопровод. В Инфоксводоканале говорят, об аварии узнали лишь к обеду. Работники уже отключили воду почти на всей улице. Предполагаем приступить уже непосредственно к самой раскопке. Воду сейчас отключили по улице Краснова. Зато отключение затронуло только Краснова. Ориентировочно до полуночи, максимум до утра. Леонид, давайте вы сейчас попытаетесь проголосовать. Что вы считаете, техническая изношенность, центральное воровство или так и должно быть? Совпадение. Дело в том, что я сказал бы так. Я согласился на четвертом варианте. Техническая изношенность плюс неэффективная работа Инфоксводоканала. Посмотрите, какая интересная ситуация. Здесь Инфоксводоканал сегодня заявил, что мы не можем приступать к раскопкам, пока Горводоканал нам не разрешит. А они еще молнии не разрешили. И вот возникает вопрос. Как цены назначать в ручном режиме на воду во всем городе тоталитарно? Это Инфоксводоканал. А вот какие-то моменты такие серьезные, надо спросить. Здесь я не могу сказать. Я не знаю, где заканчиваются границы, как это называется, ответственности. Никто не знает. Но дело в том, что Инфоксводоканал, когда приходил к нам в наш город в начале нулевых годов, то я помню прекрасно, что одно обязательство было, что мы проведем работы по сети водопроводной. Собственно, за это они льготы и получают до сих пор. Да, но это же ничего не было сделано. Да, действительно, какие-то вещи были сделаны, но за это они брали достаточно большие деньги. То есть вопрос в том, как оно содержится, это очень сложный вопрос. Потому что я знаю людей, которые воюют с Инфоксводоканалом, они возмущены там очень многими вещами, что водопроводной канал не делает каких-то определенных... Есть же регламент, который должен выполняться, что он не делает этот регламент. Но никогда не проводилась комплексная проверка Инфоксводоканала. Понимаете, то есть не существует ее. Регламента, который проверил работу Инфоксводоканала, мы не знаем. Мы как к стихийному бедствию. Но это разрушилось и все. Поэтому проверить, как это все будет, я не знаю. Я, например, слышал, что части эксплуатационные выведены из использования, которые контролируют бегущие токи, водопроводные... Там разные есть. То есть в зависимости от того, из чего сделан данный участок, там разные проблемы регламента есть. И я слышал, что были нарушения в этом. Но я не могу это подтвердить, потому что не проводилось... Почему никто не проверяет Инфокс? Дело в том, что для того, чтобы проверять, нужно иметь специалистов. Понимаете, вот по газу есть, допустим, газовая инспекция, которая теоретически может проверять. Но там есть хотя бы специалисты. Инфокс полностью контролирует все, что связано с сетями. Это монополизм на нашем рынке. Да, и поэтому не существует структура, которая может его проверить. Во всяком случае, я не знаю такой структуры. Но если мы видим такую ситуацию, когда у нас постоянно, действительно, за последние несколько месяцев, это далеко не первый случай, когда продавают трубопроводы. Это постоянно рвется трубопроводные. Почему мы продолжаем давать льготы? Ну, так здесь вопрос... Льготы на что? Здесь заключается вопрос в следующем, что нужно проводить комплексную проверку Инфокс Судоканала. Но я не знаю, кто это будет делать. Это политическое решение, которое требует определенных шагов в отношении Судоканала. Хорошо, но ведь депутаты могут не голосовать за предоставление льготы. Это каждый раз происходит одно и то же. Инфокс обращается и просит, дайте нам льготу. Все поднимают ручки, давайте дайте мне льготу. Это не ко мне. Дело в том, что я говорю, что никакого контроля за работой Инфокса я не видел. И я не ощущаю с тем, что она есть. Поэтому, естественно, что невозможно говорить о каких-то льготах. Это вообще даже особый разговор. Но повторяю еще раз. Вообще нужно было бы сделать комплексную проверку Инфокс Судоканала. Как он работает? Как вообще выполняются все обязательства? Как реально идет эксплуатация труб? Как соблюдаются регламенты? Но этого ничего нет. А он монополист. Понимаете, когда есть конкуренция, мы можем говорить о конкуренциях. Конечно, вот этот работает лучше, этот работает хуже. А здесь монополист. Поэтому обязательно должна была быть система контроля. Но ее не существует. Может ли эта ситуация с монополией измениться и зайти в какой-то новый игрок? Понимаете, в чем дело? У нас по всем нашим регламентам сохраняется, по тех условиям эксплуатации водопровода, сохраняется прежняя монополия. То есть бывает монополия городской власти, бывает монополия инвестора. В последующем моменте что мы видим перед суток? Монополия инвестора. Но дело в том, что есть города, у которых монополия городской власти, которая тоже не контролируется. В моем понимании инвестор – это человек, который вкладывает деньги. Да. Но здесь это один из главных вопросов, который был в начале нулевых. Потому что никто не говорил, что никто деньги не вложил. Об этом несколько раз пытались убрать инфоксовый канал, но он, обогная политической поддержкой, он как бы вылезал сухим из воды. Всегда. Несколько раз пытались. Гурвиц свою каденцию пытался его убрать. Возникали вопросы о поводу него, когда пришел Костусев. Кому реально принадлежит эта структура? Ну, она принадлежала в свое время двум депутатам Верховной Рады из партии регионов. Именно из-за этого не удалось ее в конце нулевых годов убрать, отменить эту монополию. А кому сейчас, я не знаю. То есть, это я не знаю. Я просто не занимался давно этим вопросом, поэтому я как сейчас, я не знаю. Но это постоянно. Аварии постоянно. Я как житель Одессы хорошо это знаю. То есть, постоянно бывает пропала вода. Это стандарт. У нас как здрасте, как это принято говорить. Ну, когда пропадает вода, вот если мы говорим про улицу Краснова, там как раз вот недавно, как говорит наш корреспондент, который живет недалеко, уложили новую плитку. Сейчас плитки уже нет. У нас на канатной постоянно где-то в двух-трех пустах прорывается. Постоянно. И постоянно ремонтируется она. Но там нужно ремонтировать не кусочек, а нужно целую трубу менять. Понимаете, там все очень старое. А когда целая труба, она же тоже не бесконечная. К ней цепляется вторая, третья. Ну, понятно. Но идея в том, что они кое-где, они что-то делают. Я не могу сказать, что они совсем ничего не делают. Они делают, они тянут новые линии, они ставят новые трубы. Сейчас они делают ставку на пластиковые трубы. Потому что давление там небольшое, поэтому пластик. А пластик более долговечен, по идее. Но повторяю еще раз. Это делается в очень маленьких масштабах. Каких точно, мы не знаем. Это проблема всех монополистов. У нас та же самая история с Облэнерго. Облэнерго в свое время обещала, что оно заменит провода, которые идут по воздушке, что оно заменит их с неизолированных на изолированные. Потому что у нас главная проблема, что чуть зима наступает, обледенение и все. И попадают в целые районы. Сколько они заменили? Хотя вообще... Да. Хотя на самом деле вообще полагается делать подземные приводы. Ну, это уже особый разговор. Но даже из-за изолированности они обещали, ну, провели, не провели. То есть контроля за действиями монополистов я не сталкивался. Что было в комиссии, которая провела? Что нужно произойти, чтобы у нас ситуация изменилась с монопольной? Каким образом можно ввести сюда, как вы считаете, дополнительных игроков на этот рынок? Это очень серьезный вопрос. Я вот знаю, что... Я помню, у нас вообще, к сожалению, в стране этот вопрос не обсуждается реально. У нас везде группы маленьких монополистов. Я помню, это обсуждение вопроса велось... Дискуссия была очень подробная в Израиле. Потому что там нужно было избавиться от монополии одной компании государственной. И насколько я понимаю... От государственной монополии? Государственной, да. Ну, потому что цена на электроэнергию была совершенно сумасшедшая. И люди, работающие там, получали безумные деньги. Ну, это сейчас продолжается эта борьба еще. Но в общем... То есть там получается как? То есть сначала первый момент не приватизации компании, а первый момент демонополизации. То есть должны быть разделены производящие линии, производящие мощности и линии. Это то, что в свое время Чубайс пытался сделать в России. То есть разделение... То есть потребитель может выбирать того производителя, которому он дает. А дальше начинается использование сетей. Ну, тут все дело, что не так легко. Это у меня мобильная связь и не интернет. Да, но если... А секунду, сейчас перейдемся к нам, присоединился Владимир Максимович, эксперт в сфере ЖКХ. Владимир, добрый день. Добрый вечер. Да, уже вечер. Для нас еще день рабочий, а для вас уже вечер. Владимир, провало на улице Краснова. Занимались бы вы раньше, чем вы занимаетесь. Я бы задал вопрос, что случилось. Но теперь просто с другой интонацией. Так что же там происходит? Понимаете, в мире ничего просто так не происходит. И даже металл имеет предел прочности и предел износа стойкости. Если эти трубы, напорные, большие трубы, служат долгие десятилетия, то, безусловно, время от времени необходимо их менять. Они полностью амортизированы уже финансово. То есть перейти свою стоимость на оплату. Ну и физически они тоже старые. Поэтому вот такие напорные трубопроводы, системы, особенно в центральной части города, нужно постоянно мониторить, проверять, смотреть за ними. Ну, видимо, по недосмотру, потому что в Одессе тысячи и тысячи километров водопроводов разного диаметра. Ну, подошло время, и они почему-то подикли. И произошел вот такой массовый разрыв. Спасибо огромное за то, что рассказали, что происходит с металлом, по которому учат вода и который лежит под землей. С другой стороны, если бы у нас ливневая канализация работала, хорошо работала ливневая, то не было бы таких последствий, как-то эта вода бы ушла в канализацию ливневую. Ну, тут еще проблемы с ливневой канализацией. Понятно. У меня вопрос немножко с другом. Вы поняли буквально мой вопрос. Я хочу спросить, что происходит? Почему мы имеем эту ситуацию повсеместно по городу, и это становится реально статусом-кво, порядком вещей? Можно ли каким-то образом повлиять на инфоксводоканал, чтобы он каким-то образом по-другому себя вел по отношению к жителям нашего города? Можно. Необходимо инфоксводоканалу напомнить, что он живет в рыночных условиях демократической страны с либеральной экономикой. Это к чему? К тому, что должна быть конкуренция. А как, вы напомните ему, и сказать, хорошо, предложите конкуренцию. Леонид, вот как, вот сейчас правильно построить нам диалог с Владимиром? Что дочит сказать об этом инфоксводоканалу? Что он хотел сказать? Я говорю, нужно демонопризировать. То есть нужно разделить источник из того, кто воду поставляет, то есть станцию поставки воды, и те сети, которые есть. Они должны быть разделены между разными группами. Владимир, возможно ли в Одессе реально разделить сети? Леонид именно об этом сказал. Это он ссылается на третий энергопакет европейский, который, в принципе, применим и здесь. Воду могут добывать, чистить одна организация, а заниматься поставкой воды другая. Вот уже монополизм мы частично преодолели. Это могут быть одни и те же компании. Нет, нет. А эти же владельцы, простите. Это здесь существует очень четкая система. То есть, во-первых, это должны быть разные компании, не аффилированные друг с другом. Это обязательное условие является. Все в нормальной экономике, все это проверяется. Во-вторых, сети должны быть не один владелец сети, а их должно быть несколько разных. Каким образом разделить подземные трубопроводы вот эти? Нет, я же объясняю. Дело в том, что должны быть группы эти разделены между разными владельцами. У нас на сегодняшний день здесь достаточно четко все известно. То есть, мы просто сверху это не видим, все. Есть же схемы всех этих действий, которые проходят. То есть, мы хорошо знаем, где какие линии проходят и так далее. У нас даже канализация, ливневка, это тоже очень большая проблема, кстати говоря. Мы, глядя, об этом говорим после того, как пройдет дождь. Владимир Максимович, хочу вас еще раз присоединить к нашему разговору. Каким образом, возможно ли разделить, например, по секторально, я не знаю, по карте, географически? Территориально. Территориально, да. Территориально можно разделить? Можно разделить. Я хочу, чтобы телезрители наши поняли, что нельзя жить в рыночных условиях, не пользуясь рыночными стимулами для развития экономики и обеспечения потребностей людей. То есть, если не будут действовать заинтересованно, если не будет несколько разных компаний конкурировать, и человек не будет иметь права выбора, то монополизация советская добьет эту систему до ручки. Вот что нужно понять. Согласен. Понимаете? Владимир Максимович, был у нас на связи. Владимир, до скорых встреч в эфире телеканал Думская ТВ. Спасибо вам. Что касается вас, Леонид, в ближайшее время прогноз это произойдет? Нет. Да, нет. Сколько времени должно пройти? В Украине вообще нет прецедентов разделения вот этого всего. Дело я вам говорю, в России это было времена реформ, 90-е годы, это было сделано. Было сделано с электрическими сетями, но на уровне субъектов федерации это, по-моему, не было сделано. Но в итоге они получили РАУ-ЕС, и, собственно говоря, они сильно счастливы. Да, но у РАУ-ЕС есть другие проблемы. Дело в том, что ведь это первый шаг, понимаете, в чем дело. Это путь, по которому нужно идти. Первый шаг – это разделение этих производителей и сетей. Это не значит, что это все решается этой проблемой. Дальше начинаются другие проблемы. Что касается водопроводов, то прежде всего должны быть изменены технические условия действия водопроводов. Он там заложен, монополизм. То есть сегодняшние условия, которые были приняты в 90-е годы, оно предусматривает наличие этого монополизма. То есть должны быть изменены прежде всего технические условия, которые действуют в нашей стране по водопроводам. Это мелочь, но это на самом деле документ, потому что документы определяют деятельность всех этих структур. И должна быть создана программа, потому что это определенные шаги. Вы не можете просто так отменить. Вы должны выяснить, какие есть… То есть субъект должен получить информацию о том, какие у нас линии проводятся, где проходят узловые линии, как можно вообще действительно реально это разделить. Для того, чтобы получить такую информацию, нужно заинтересоваться такой информацией. Для того, чтобы заинтересоваться, нужно иметь волю. Воля у нас, к сожалению, пока что не наблюдается. Нет, это никого не интересует. В том-то и дело. Леонид, спасибо огромное. Встретимся, когда дадут воду. Леонид Штекель, гражданский активист, журналист, был нашим гостем. Далее новость от Ксении Терзи. После вернемся в студию. Продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Им будет интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова